С удовольствием поддержу эту тему, но вначале у меня некоторые общие сведения по терапии боли и по использованию опиоидных анальгетиков. Это одиозные препараты. 7 тысяч лет человечество применяет опиоидные анальгетики. И 7 тысяч лет, наверное, спорят, нужны они или не очень, опасны они или безопасны. Именно опиоидным анальгетикам в руководстве Кравкова по фармакологии, вы видите, это мой личный экземпляр 904 года, из общего раздела 396 страниц практически 10% посвящено морфину и опиоидным анальгетикам, насколько это важно. Что мы ждем от опиоидных анальгетиков? Главное для нас – это контроль боли. Но в меньшей степени опиоидные используются анальгетики для подавления кашля, вы знаете, КДИ, терапия неукротимой одышки, это малые дозы морфина, это седация при проведении ИВЛ. Для коррекции нейровагитативного статуса, если, например, пациенту проводится гипотермия, при судорожных состояниях и повышенном тричерепном давлении, хотя в инструкции во многих сказано, что противопоказано при повышенном давлении. При лечении хронических поносов, не поверите, но раньше опийная настойка применялась при лечении хронических поносов. И также опием или вот этим лаунданом осуществляют терапию тяжелых синдромов и навязчивых состояний, депрессию лечили. Но и до сих пор сейчас очень широко развита заместительная терапия опиоидным анальгетикам, в том числе метадоном, но не в нашей стране, а, слава богу, для лечения наркомании. И еще недавно мы говорили, я часто показываю слайд, что вот у них за рубежом, у них в Европе зарегистрировано так много неинвазивных форм, неинвазивных именно анальгетиков. 59 форм в 12-м году было зарегистрировано, и на тот момент, в 12-м году, у нас было всего 3 анальгетика. Из них 4 неинвазивных лекарственных форма, это термодол, гидрохлорид, 2 формы, таблетки, декапсулы, еще морфин, сульфат в таблетках и фентанил трансдермальный, больше ничего. Однако меры, принятые по расширению доступности опиоидных анальгетиков, они, наверное, были беспрецедентны. Этому будет посвящена отдельная большая статья, которая написана нами с авторствием Диана Владимировна Невзорова, Леонид Владимировиченко и Шершаковой, Людмила Владимировна. Вы прочитаете ее в последующем журнале «Палиум». Так вот, это только приблизительный перечень того, что было сделано. Я не буду его перечислять. Это настолько глобальные меры, что представители Всемирной Организации Здравоохранения и Всемирной Организации Палиативной Помощи ОКОНР, они не поняли, не поверили, что Россия сделала такой рывок. И они сказали, что ни одна страна в мире на их памяти такого рывка не делала. Столько, сколько сделано было за последние 8-10 лет. Итак, мы получили достаточно большой перечень. Это цитата из клинических рекомендаций, благодаря включению Московского эндокринного завода, который производят, является официальным дистрибьютором и производителем опиоидных анальгетиков. В нашем распоряжении 7 опиоидных анальгетиков, о чем говорила Людмила Владимировна, и пока 12 лекарственных форм, но по дозировкам у нас нет. В перспективе планируется их увеличение. Однако по безопасности. Какие риски связаны с применением опиоидных анальгетиков? Ну, во-первых, они лежат в двух плоскостях. Это медицинская безопасность, ну и побочные эффекты опиоидных препаратов, опиоидных анальгетиков. И социальная безопасность. Это риски, связанные с немедицинским использованием. Это безопасность для пациентов и сообщества. И то, о чем сейчас говорится в рекомендациях Всемирной Организации, это безопасность для медицинского персонала, для тех, кого могут принуждать к выписке препаратов, для тех, кого могут заставлять или каким-то образом участвовать в нелегальном обороте. Даже об этом речь идет. Среди социальных аспектов, конечно, ранние – это, можно сказать, эйфория, потеря самоконтроля и последующие все неблагоприятные функции. Ну, а поздние связаны с возникновением толерантности, физической зависимости, психической зависимости, разрушением личности, ну и так далее. Так вот, наркогенный эффект прежде всего зависит, формируется быстрее при повторном употреблении. Чем выше наркогенный потенциал, тем быстрее формируется вот эта зависимость. И те страны, которые пренебрегают вот этими свойствами опиоидных анальгетиков, их социальной безопасностью, они получают в ответ очень серьезные проблемы. То, что случилось в Соединенных Штатах, когда было подсчитано, что 17 тысяч случаев смерти от передозировки опиоидом было отмечено именно при употреблении медицинских препаратов. И число случаев госпитализации по причине привыкания и пристрастия увеличилось более чем в 4 раза и поднялось до 60 случаев в год. Тогда объявили о том, что в том числе и врачи палиативной помощи очень завязаны на процессе навязывания опиоидных анальгетиков пациента, что врачи, онкологи, палиативные специалисты массово и избыточно назначают опиоиды анальгетики. И тогда журнал ПЭИ, Всемирная организация исследования, провела интересное исследование, задачу которого было оценить наличие опиоидной эпидемии в Австралии, Канаде и Германии, а также сравнить их клинические рекомендации по опиоидной терапии при длительном приеме. Там имелось в виду неонкологические пациенты. И что же в результате получили? В результате получили, что признаки опиоидной эпидемии действительно есть в США, Австралии и Канаде, но не в Германии. Руководство по терапии неонкологической боли опиоидами во всех четырех странах имеют одинаковые рекомендации. Однако разные страны по-разному их используют. Выводом было сделано то, что внедрение в клиническую практику руководств должно гарантировать, что врачи будут использовать опиоиды при наличии строгих показаний в определенных дозах у определенных категорий пациентов с безопасными рекомендациями о их применении. Вот то, что нам нужно применять в своей клинической практике. Ну а в целом виновником опиоидной эпидемии в Америке и Австралии являются, конечно, не таковые лекарства, а то, как пациенты их используют. Я вот крайне поддерживаю этот вывод немецких врачей, которые провели это исследование, что не сами препараты виноваты, а то, как их применяют и как их используют. В аспекте медицинской безопасности – это известные нам побочные эффекты препаратов. Что здесь можно говорить? Исследование Кохрановское по длительному применению опиоидных препаратов у пациентов в неонкологическом профиле показало, что на группе почти 5000 пациентов, которые получали перорально-трансдермальные, энтротекальные опиоиды и недостаточное опиоидное обезболивание было зарегистрировано только от 10 до 7% случаев, но прекратили лечение от 22, ну, 23 до 29% по разным причинам из-за побочных эффектов. То есть во всех остальных случаях пациенты могли длительно принимать. Был сделан вывод. Результаты систематического обзора показали, что правильное использование опиоидов у тех пациентов, которым они нужны, конечно, не было зависимости злоупотребления психоактивными веществами. И это использование может привести к долговременному облегчению боли. Ну и значимым для нас является очень интересное кограновское исследование о значимости парорального морфина при онкологической боли, которое было проведено в 2016 году, хотя предыдущее исследование было в третьем, седьмом и, наконец, в 2016 году. Было объединено 62 рандомизированных клинических исследования. И результатами его было показано, что 9 из 10 участников, у которых была тяжелая и умеренная боль, становилась лучше, и эффективный контроль боли у них достигался при пароральном приемах морфина. Нежелательные явления были типичными для всех опиоидов, предсказуемыми, и примерно 6% участников прекратили приемы сильно выраженных. То есть не такой большой процент участников исследования, у которых из-за побочных эффектов морфин был неэффективен. Поэтому морфин был провозглашен благодаря этому исследованию базовым препаратам Всемирной организации здравоохранения для терапии боли сильной и умеренной пациентам, кто в этом нуждается. Но первая часть нашего симпозиума, я уже говорила об этом. Примерно такое же исследование попытались провести с тромодолом, но не получили никаких данных. И результатирующий вот этого всего моего посыла будет о том, что Московский эндокринный завод, зная об этой проблеме, что у нас не хватает морфина с быстрым высвобождением, что мы научились работать. Наверное, не очень правильно это, что мы начали с морфинов пролонгированных, с трансдермальных терапевтических систем, но должны были начинать с простых опиоидных анальгетиков в быстрой форме высвобождения. И нам за последние несколько лет было введено несколько новых форм морфина. И вот сейчас, согласно рекомендациям, мы имеем 7 опиоидных анальгетиков, 12 неинвазивных форм. Из них 6 производятся на Московском эндокринном заводе, их 3 дистрибутируются. Самым первым, самым простым опиоидным анальгетиком является тромодол. Надо сказать, что этот препарат избыточно зачастую назначается, в том числе при сильной боли, и мы с этим активно боремся. Но по скорой помощи применяется и в отделениях после операционного обезболивания. Этот препарат зачастую вводится внутривенно, хотя понятно, что кратковременный его эффект при внутривенном введении он сопоставим с введением морфина. Достаточно эффективный препарат, и надо понимать, что он имеет самый низкий наркогенный потенциал, поэтому для него характерен, возможен длительный прием у палиативных пациентов. У меня, например, есть пациентка, которая принимала его в течение 5 лет, но с небольшими перерывными изменениями, без повышения дозы, наоборот, она сейчас уменьшила и практически его не принимает. Это не онкологическая пациентка. Препарат, обладая двумя механизмами анальгетического действия, имеет наименьшие опиоидные побочные эффекты, и что важно помнить, что он всасывается при пароральном приеме до 80-90%, что приравнивается практически к внутримышечному введению. То есть длительное применение парорального приема абсолютно вычеркивает необходимость парорального введения, но только если в случае пациент вообще не может проглатывать. Вы видите срок годности этих капсул аж 3 года. Наш любимый и замечательный препарат – просидол, который теперь тоже выпускается в Московском эндокринном заводах, он также входит в перечень ЖНВЛП, и вы видите срок годности его достаточно большой, аж вот 5 лет. В показаниях применения вы видите и болевой синдром, и сильной и умеренной выраженности различного генеза, и кишечная колика, и синдром Лериша, почему нет, облитерирующий эндотерит очень даже может быть хорошо обезболен этим препаратом. Его безопасность обусловлена тем, что это всего 20 мг. Это всего 20 мг, которые в амбулаторных условиях пациент, если нужно, может разделить пополам. В моей клинической практике была пациентка, которой дважды провозили резекцию печени, и ее потребность в просидоле была. Четверть таблетки, не поверите, они помогали. Но зато они давали эффект абсолютно хорошего, качественного обезболивания для нее, для этой пациентки, буквально за 5-7 минут. Надо помнить, что это прекрасный спазмолитик, прекрасный вазотелиотатор, однако для него характерна дистатическая гипотония. У него нет значимого угнетения дыхательности, дыхательного центра, и он не так влияет на деятельность сердца, чтобы ее угнетать. Активирует антимонцептивную систему, изменяет эмоциональное восприятие боли, что, в принципе, делает его препаратом с высоким наркогенным потенциалом. Достижение Московского эндокринного завода в том, что вовремя, наверное, самым первым препаратом, который они по дорожной, в результате принятия дорожной карты, которую они начали выпускать, стал морфин 10,5 мг в таблетках, покрытых пленочной оболочкой, у которого показания применения, вы видите, острый хронический болевой синдром, сильной интенсивности. И сейчас к этим таблеткам присоединилась другая форма морфина быстрого высвобождения. Для нас она несколько новая, мало еще тех, кто заказывает его и применяет, пациент, но это в высшей степени интересная и правильная форма. Вот насколько я знакомилась с клиническими исследованиями зарубежными, всегда пациентам даются вот такие ампулы морфина, которые они могут себе цитровать по полампулы или по целой ампуле принимать при прорыве боли. Этот препарат будет, ведет в ближайшее время в жизни, она важна. Людмила Владимировна, наверное, ответит на эти вопросы. Препарат идеальный для подбора суточной дозы пролонгированных форм морфина и трансдермальных терапевтических систем. И преимущество, конечно, у пациентов с нарушением глотания. У нас всегда есть пациенты, которые либо не могут проглотить таблетку, а могут проглотить только жидкость. Это пациенты с мукозитами, это пациенты, которые проходят химиолучевое лечение, это пациенты со стомами и заболеваниями орофоригиальной зоны. А также для деток в перспективе этот препарат можно давать с едой или с каким-то напитком. Таким образом, кроме вот этих лекарств, о которых я говорила, Московский эндокринный завод приступил к выпуску и поставляет нам еще и пролонгированные формы морфин по 30, 60 и по 100 миллиграмм в таблетках. Единственное, 100 миллиграмм вот достаточно большая таблетка. И дистрибутирует морфин МСТ-континус, который к нам вставляется из-за рубежа. Ну, о пролонгированных формах морфина особенностей таких, как морфин сульфат в капсулах, которые имеют преимущество перед таблетированной, опять-таки, у пациентов с нарушением глотания. Там морфин сульфат находится в микрокапсулах, в микрокапсулах, и которые растворяются с определенной скоростью. В результате высыпанный из капсулы порошок все равно обладает пролонгированным действием. Таким образом, имея все вот эти формы морфинов, мы можем сказать, что у нас, согласно рекомендациям ВОЗ, сейчас есть весь необходимый перечень, и коротких, и пролонгированных форм, которые обеспечивают безопасность приема опиоидных препаратов, поскольку постоянный пароральный прием морфина с быстрым освобождением или морфина с пройденным освобождением позволяет поддерживать эффективное и безопасное обезболивание. Этот постулат Всемирной организации здравоохранения, его нельзя ни обойти, ни объехать. Это действительно то, с чем мы сейчас имеем дело. Кроме базовых препаратов, сейчас налажен выпуск и производится, и уже поставляется в регионы большое количество такого препарата, как бупраксон, это таблетки бупринорфина с налоксоном. Несколько особенных препаратов, удобство его в том, что он является подъязычными таблетками, он неинвазивная форма, та, которая нам удобна. Надо помнить, что эффективность его достаточно высокая, бупринорфин в 35 раз сильнее, чем морфин. Зарегистрирован он для острой боли, поэтому для ХБС нужно или прохождение ВК, или как-то это оговаривать. Преимущество у пациентов с нарушением глотания, но что нужно помнить? Нужно помнить, что отсроченное начало действия. Если вы дали таблетку или предполагаете пациенту какое-то инвазивное мероприятие, значит, вы должны дать таблетку за час, за полтора, потому что максимум эффекта будет через три часа. И он не очень-то сочетается с миопиоидными агонистами, поэтому нужно его проводить в виде монотерапии. Важным компонентом является то, что выводится преимущественно через желудочно-кишечный тракт. То есть у пациентов, у которых нарушен пассаж или какие-то проблемы с ЖКТ, этот препарат лучше не применять. Но имеет менее супрессивные свойства, чем у морфина. Он имеет меньше потенциал развития физической зависимости. На самом деле этот препарат один из тех, на который переводят при лечении наркопании за рубежом. Всем известный препарат налоксон, арсикадон или таргин. Он также является производным, то есть не производным, а препаратом, который дистрибутирует Московский эндокринный завод, позволяя нам пользоваться вот этой лекарственной форме, также продленного действия. Но вы знаете, что налоксон введен туда в принципе для того, чтобы отчасти уменьшить его нелегальное использование. Может быть, но самое главное свойство, чтобы уменьшить возникающие афиодиндуцированные запоры. В меньшей степени оксикадон, в меньшей степени, чем морфин, угнетает сознание, поскольку воздействует на капорецепторы. Зачастую возникают будораживающие такие состояния. Вот у меня позавчера пациентка сказала, что папе, когда дали морфин, он стал агрессивный, у него расширились зрачки, у него какие-то... Они отказались применять, потому что он стал страшным, как они сказали. Им не понравилось вот это воздействие. То есть иногда это приводит к не очень хорошим обычным опекам. У оксикадона высокая биодоступность при пароральном приеме. Если внутримышечно выводить оксикадон, он слабее морфина, но из-за того, что он всасывается в несколько раз лучше, двое лучше, то и эффективность при пароральном приеме у него лучше. Это также надо учитывать в своей клинической практике. И трансдермальные терапевтические системы, к которым мы уже привыкли, которые нам вставлялись достаточно давно, начиная с 2004 года, самые разнообразные. И вот сейчас радостно отметить, что у нас есть возможность получать наши отечественные препараты, что мы теперь независим ни от каких санкций, независим от поставок, захотят вам поставить или не захотят поставить зарубежные коллеги. Пентанил отечественное производство, трансдермальный, у нас уже есть. У него, конечно, есть свои преимущества, то, что он на 72 часа хорошо работает, но это требует постепенного длительного подбора дозы. Он подходит для пациентов с нарушением глотания, но не подходит с пациентом с повышенной температурой тела или те, которые истощены и имеют плохой подкожно-жировой слой. Надо сказать, что в ГУП Московский эндокринный завод очень качественно относится к распространению знания своих препаратов. У них на сайте подготовлена инструкция для медицинских работников и пациентов по применению лекарственных препаратов до вот этой терапевтической дозе. Таким образом, благодаря рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, благодаря усилиям Московского эндокринного завода, который предоставляет нам все препараты, которые рекомендованы в ВОЗ, и вы слышали в перспективе их будет больше, благодаря нашим клиническим рекомендациям, разработкам, я думаю, мы обеспечим наших пациентов в полной мере, в полном перечне, и сможем организовать для них безопасность, доступность и высокую эффективность обезболивающей терапии при оказании палеотивной помощи как онкологическим, так и не онкологическим пациентам. Большое спасибо.